привет друзья с вами павел и это канал ппк сегодня вам расскажу о блок флейте yamaha yara 302 3 in be данную флейту мне привезли из германии обошлась она примерно в 30 евро так как в наших магазинах альт-блочки не продаются но сейчас ее средняя цена на яндекс маркете составляет около 2000 рублей 300 серия это более продвинутая линейка блочек который отличается более качественным изготовлением пластика более богатой комплектации и также более ровным звучанием особенно в верхних регистрах однако судя по сайту yamaha это младшая модель среди альт-блочек сама флейта поставляется в довольно качественном тряпочном чехле на молнии соответственно в разобранном виде так как она заметно больше сопранок сам чехол изготовлен в индии более богатый комплект поставки включает себя заглушки для разобранной флейты собственно шомпол для чистки специальную смазку которая также была в 300 линейках сопранок инструкция на различных языках еще одна небольшая бумажечка конечно же аппликатура и собственно сама блочка поскольку это все-таки пластика не дерево то плюсы все те же плюсом здесь можно отнести неприхотливость и долговечность но проблема конденсата никуда не делась ну и слегка плосковатый звук то есть если мы достаточно активно импульсивно на ней играем то в течение 50 минут пластиковые отверстия покрываются влагой и дальнейшее звукоизвлечение становится невозможным то есть приходится резко встряхивать флейту чтобы продолжить на ней игру конструктивно данный экземпляр ничем не отличается от более дешевых модель сопранок то есть она по-прежнему состоит из трех частей это мунштук основная часть и раструб поскольку это более профессиональная линейка то духовое отверстие она имеет арочное образное они плоская как у более дешевых начальных влейт данной марки материал изготовления конечно же abs пластик качество соединения на высоте то есть все зазоры у нас идеально подогнаны и никаких щелей люфтов болтаний как в китайских лет такого нет то есть несмотря на то что это инструмент пластиковый изготовлен он реально классно то есть мы чувствуем что мы держим что-то такое качественное флейта как и другие имеет 8 игровых отверстий и барочную клапанную систему на мой субъективный взгляд она несколько сложнее в освоении чем германская германская барочная система отличается только постановкой ноты фа а на само качество звучания это никак не влияет в аппликатуре мы это видим как g&b барочная и germany сама флейта имеет строй фа и диапазон инструмента от ноты фа 1 октавы до ноты соль 3 октавы ширина инструмента и того составляет 27 ступеней а теперь давайте послушаем звучание данные флейты а Должен сказать, что совершенствовать данную флейту я так и не освоил, так как играю на ней очень редко, да и в принципе я не считаю себя каким-то классным музыкантом, поэтому прошу не судить строго. Что касается удобства игры и исполнения, то вам понадобится хорошая растяжка и длинные пальцы, так как аппликатура здесь намного шире, чем у тех же сопранок. В частности, трудности возникнут при обучении и игре у детей, так как даже у меня у взрослого человека с довольно длинными пальцами возникают некоторые сложности в постановке на данной блочке, тем более, что я еще и левша, а отверстие здесь находится с левой стороны. В общем, как первый инструмент я бы его не советовал, так как, во-первых, он имеет не такое более звонкое и мелодичное звучание, как сопранки, стоит данный инструмент дороже, в освоении он более трудный и здесь он более чувствителен к силе выдува воздуха, то есть в нижних регистрах нам надо очень слабенько дуть и в более высоких намного сильнее. На сопранках это как-то менее заметно и там, можно сказать, интуитивно понятно, с какой силой дуть. Этот инструмент требует времени и внимания, так что, как я сказал, как первый инструмент я бы его не советовал. Плюс арочное духовое отверстие также относит эту флейту к более профессиональному уровню, если так можно выразиться, к пластиковым блочкам. Также вы можете ознакомиться с видеопримером с моего старого канала. Небольшой попури на данной флейте. Опять же, прошу не судить строго мою игру. В общем, данная флейта хорошо пойдет целенаправленно, как вторая, третья и так далее флейта, но точно не как первая. Из сопранок я бы вам рекомендовал бюджетную китайскую Smart, если совсем денег нет, или же лучшим вариантом я считаю Ярс 23. Обзор на обе эти флейты есть на канале. Но на этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки, при этом постарайтесь аргументировать ваше мнение. Также буду рад поотвечать на ваши вопросы, так что задавайте их в комментариях. Спасибо вам еще раз за просмотр и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok